Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте продолжим наше заседание. Мы сейчас начнем секцию, которая называется «Использование данных космической съемки высокого разрешения». Первый доклад сделает Олег Анатольевич Гомосов, начальник научно-производственного комплекса, а не точных приборов из России. Пожалуйста, Олег Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. На мой взгляд, наибольшей ценностью наших конференций является понимание направления развития средств и методов дистанционного зонтирования Земли, в частности и в целом получение и применение геопространственных данных. В этом смысле очень важны и представляются те результаты исследования, которые докладывал профессор Конечный и другие участники конференции. Особенно это важно для нас, относительно молодого коллектива, который на рынке геопространственных данных работает не так давно. В своем выступлении мы хотели бы рассказать о некоторых результатах применения данных дистанционного зонтирования, получаемых международной орбитальной группировкой, в которую входят и российские космические аппараты, как и картографирование больших территорий. Научно-исследовательский институт точных приборов, который мы представляем, более 60 лет работает в области дистанционного зондирования Земли, разрабатывая различные приборы для космических аппаратов дистанционного зондирования, а также наземные комплексы приема и обработки информации в стационарном и мобильном исполнении. Новое направление деятельности института активно развивается в течение последних четырех лет, связанное с выполнением традиционных картографических работ на основе данных дистанционного зондирования, а также с разработкой новых технологий, новых геопространственных продуктов, созданием баз геопространственных данных и сервисов по их применению. Создавая новое направление, мы понимали, что без современной производственной базы не может быть весомого результата. Поэтому на предприятии за эти годы был создан мощный производственный комплекс, общие характеристики которого представлены на этом слайде. Это создано порядка 150 автоматизированных рабочих мест по выполнению фотограмметрических и картографических работ, оснащенных современным программным обеспечением. Созданная система хранения данных обеспечивает введение банка геопространственных данных общим объемом порядка 5 бета-байк. Усилители комплекса по рейтингу IBM входят в 20-ку в Российской Федерации по производительности. Начав работать с большими объемами данных, мы столкнулись с проблемой обеспечения высокой производительности. Для решения которой совместно с компанией ВИЗД этой группы и Ракурс была создана технологическая линейка потоков и обработки данных. В основе технологии система обработки данных ватамод-конвейер, реализованная на высокопроизводительном кластере обработки данных, которая позволяет в автоматическом режиме выполнять построение блока снимков, уравнивание, ортотрансформирование и шифру данных. Система обработки данных ватамод-конвейер имеет интерфейс с программным комплексом ватамод, что позволило на базе этих комплексов создать гибкую технологию контроля качества создаваемой мозаики, коррекции проекта при необходимости и высококачественную шифру данных. При выполнении работ особое внимание уделяется актуальности и точности данных. Требования к повышению точности создаваемых данных – это устойчивая тенденция, которая требует развития как систем дистанционного зондирования Земли, так и методов обработки данных. В идеале необходимо широкому потребителю обеспечивать точность данных, которая соответствует точности измерения навигационного оборудования, которое сегодня составляет первые единицы метров. Обычного пользователя сейчас уже начинает раздражать такая ситуация, когда, пользуясь навигационными приборами, он может потерять свою ориентацию, как, например, в хорошем смысле и зло. Как, например, было со мной, когда я летом этого года ездил в район Старые Руссы, это великим Новгород. Навигатор мне показывал, что я передвигаюсь по полю, иногда и по лесу, хотя я ехал по уже хорошей асфальтированной дороге. И должен сказать, что меня эта ситуация очень сильно раздражала. Точность данных в моем навигаторе была достаточно низкой. На слайде представлены основные космические аппараты пистанционного зондирования, от которых мы используем данные и их характеристики. Надо отметить, что применение данных от различных аппаратов пистанционного зондирования обеспечивает оперативные съемки больших территорий и гарантированное получение точности создаваемой продукции, поскольку эти данные позволяют контролировать и компенсировать ошибки друг с другом. Наличие точных данных пистанционного зондирования и высокопроизводительного комплекса их обработки позволило нам выполнять большие проекты и создавать сплошное покрытие на миллионы квадратных километров без привлечения опорных данных. Создаваемое нами базовое сплошное покрытие имеет высокое пространственное решение, высокую точность позиционирования и внутреннюю геометрическую точность, что особенно важно для российской территории. Это то, что сплошное покрытие создается в геоцентрической системе координат, изначально в ВЖС-84 и в ВЖС-90, переход на которую до 2017 года определен в составлении правительства Российской Федерации. Базовое сплошное покрытие, совместно с создаваемой цифровой моделью рельефа, может использоваться в качестве единой геоосновы для решения задач на рекеации, картографирования и решения других задач. В своем выступлении профессор, конечно, рассказал о том, как обстоят дела с обновлением карт масштаба 1,50-1,25-1 на территории суммого шара. В России, к сожалению, с обновлением карт, как вы знаете, не все благополучно. Другой проблемой, с которой мы сталкиваемся при совместном применении карт и базового сплошного покрытия является согласование контуров в силу более высокой точности нашей продукции, которую мы создаем. Понимая, что процесс создания и обновления топок-карт полного объектового состава является весьма трудоемкими, и понимая, что больше 100 потребителей не требуется полный объектовый состав карты, мы предложили потребителю электронную карту, которая содержит базовые слои, которая в сочетании с растровой информацией высокого разрешения и ЦМР позволяет решать большинство задач. Качество создаваемой продукции при этом в основном определяется геометрическими характеристиками используемых данных до связи, о чем я говорил, это точность позиционирования и точность взаимного положения контроля. Высокая точность данных дистанционного зондирования, как правило, обеспечивается разработчиками космических систем путем наземных и полетных калибровок, съемочной аппаратуры и измерительных систем космического аппарата. Однако эти характеристики требуют независимых подтверждений, которые выполняются с использованием системы в тестовых участках. Такую работу мы проводим, как по срубежным системам, оценивая их дистанционные характеристики. По российским космическим аппаратам выполняется калибровка аппаратуры и измерительных систем, и по результатам калибровки строится точная математическая модель съемки, которая также проверяется по тестовым участкам. Точная модель съемки позволяет сформировать корректную модель рациональных кулиномов, которая применяется в большинстве систем обработки данных, включая фотомод и фотомод конвейер. Точная модель съемки является весьма сложной, разрабатывается для каждого космического аппарата, учитывая его особенности построения. Она является динамической, насчитывает, как правило, более 200 параметров. Задачей наземной калибровки и калибровки выполняемых в процессе полета является определение систематических составляющих ошибок параметров модели. На слайде представлены требования к точности определения основных параметров модели, для достижения точности позиционирования данных на уровне единиц метров, что соответствует таким системам, как DIY и мультвью. Проведение калибровки съемочной системы и оценки точности данных в ДЗС обеспечивает высокую точность позиционирования и, что особенно важно, для кавтографирования внутреннюю точность изображения. Подводя итоги выступления, хотелось постарать, что мы стараемся следовать общим тенденциям развития геопространственных данных, обеспечивая их высокую точность, актуальность и оперативность доведения до потребителя, чему будет посвящен следующий доклад новой единой территориально распределенной системе и ТРИС. В заключении, мне хотелось бы продемонстрировать и ту производительность, которую мы достигли на аппаратном программном комплексе неточных приборов с использованием системы обработки данных вот там вот конвейер. По данным АЛОСа, это порядка 3,6 миллионов квадратных километров в сутки. Это пространственное разрешение 2,5 метра. На блоке общей площади 132 тысячи квадратных километров. На цветных изображениях полученных ГИОАЭМ с распространственным разрешением полуметра это 160 тысяч квадратных километров в сутки. Достигнутые производительности, а также точность данных дистанционного зонтирования земли позволяет выполнять на нашем предприятии масштабные работы по картографированию больших территорий. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Контович. Вопросы, пожалуйста. Пока вы думаете на вопросы, у нас есть время. Олег Контович, я хотел бы задать несколько вопросов. Вот прежде всего у нас было до этого секция посвящена российским данным без сонного зонтирования. Вот вы в основном говорили про зарубежные данные. Используются ли в ваших работах российские данные? Планируете ли вы их использовать? И как широко? Да, данные с ресурсов ДК мы использовали достаточно широко. Практически настолько, насколько позволяла производительность этого космического аппарата. Данные Конопуса мы планируем использовать, поскольку, как докладывали, он имеет очень хорошую внутреннюю геометрию и неплохую точность позиционирования. могу единственное оговориться о том, что существуют организационные моменты, пока не дающие нам возможность использования этих данных полного объема. То есть это должны быть некоторые решения. Получается, что для российской крупнейшей компании легче использовать зарубежные данные. Вы знаете, я не хочу много об этом проскостраняться, но действительно, это так. Все эту проблему знают, наверное, кто использует данные МСЗ. Она идет еще. Эта проблема вот с ресурсом ДК. Значит, что касается ресурса П, то мы планируем его использовать. Ресурс П заканчивать летные испытания. Значит, ресурс П пока подтвергил свои точностные характеристики заданные требованиям технического задания на уровне точность позиционирования на уровне 15 метров. Значит, но я должен сказать, что комплекс мегкалибровочных мероприятий он не закончен, и мы надеемся получить еще и большие точности. Лучшие точности. Ну, и отвечая на вопрос, да, конечно, и в том объеме, в котором позволят космические системы. Спасибо. Еще вопросы? Ну, тогда еще один вопрос. Мой вопрос, очень интересная тема. Это источники, вот вы говорили, репорта создания ортофотопланов, где вы берете цифровую модель рельефа, основные источники, и планируете ли вы у себя стереообработать на этих комплексах? Да, цифровая обработка у нас выполняется. Значит, цифровая модель рельефа это основной источник, открытые данные, плюс российские карты, которые, вот, как то же самое представил профессор Конечный, на российскую территорию в свое время были созданы в полном объеме и 25-тысячные, и 50-тысячные карты, и 100-тысячные. Вопросов нет. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok